Хэт-трик Панарина и очередной шедевр Свечникова В двух матчах Панарин занимает восьмое место в лиге и идет по графику на 106 очков Но главный гол недели забил Андрей Свечников 19-летний нападающий Каролины во второй раз за полтора месяца отличился в лакросс-стиле, поразив порота Конора Хелебака из Виннипега В октябре он такой же трюк проделал в игре с Калгари До него за 102 года в Энфрел подобное не удавалось никому Евгений Малкин вернулся в строй после болезни и в единственном матче сделал пас и забил гол, ставший для него четырехсотен Также он обошел Алексея Ковалева и вышел на четвертое место по результативности среди россиян в истории лиги Форвард Торонто Илья Михеев напомнил о себе, прервав голевую засуху из 21 матча В игре с Эдмонтоном он забил свой первый в НХЛ победный гол, а в матче с Баффало впервые отличился в меньшинстве Никита Кучеров был посажен на лавку в плединке с Аттавой, но до этого успел прервать безголевую серию из шести матчей и забросить свою 11-ю шайбу в сезоне Валерий Нечушкин в трех матчах забил только один гол, но какой? В последних 12 встречах в активе форварда Колорадо 6 шайб Нападающий Валентин Зыков вернулся в состав Вегаса и в матче с Ванкувером забросил первую шайбу в сезоне А форвард Оттавы Артем Анисимов забил пятый гол в чемпионате, поразив ворота Флориды Александр Радулов не забил ни Адаму Голу, но 4 раза ассистировал партнерам и продлил результативную серию до 5 игр Традиционно не подкачали воротари Сергей Бобровский одержал только одну победу в трех матчах, но отразил в них 94 броска из 100, дав понять, что кризис начала сезона у него позади А голкипер Вашингтона Илья Самсонов продлил личную победную серию до трех игр, сделав 26 сейвов в поединке с Тампой На этом все, спасибо, что были с нами и до новых встреч, пока!